Всем привет, дорогие друзья! С вами канал группы ДНД Капоэра Севастополь и у нас в гостях сегодня инструктор Гафанюту из Москвы. Привет, Раф! Привет! Рад тебя видеть. Ну, откуда ты, мы уже знаем. Сколько тебе лет сейчас? Почти 32. Ребят, в 32 года не поздно заниматься капоэрой. Некоторые говорят, что в 18 лет уже все, жизнь прожито зря, жизнь окончена. Да, это прям большая проблема бывает, привлечь 18-летних. Ну, ладно, видео не об этом. Итак, ты ведешь тренировки в Москве. Скажи, как ты вообще пришел к капоэре? Это был сложный, тернистый путь. Меня заставили. Заставили? Да. Друг мой хороший меня долго уговаривал, потом просто сказал, все, сегодня идем. Говорю, не хочу на ваши саманские пляски и прочее. Но я пришел. После первой тренировки мы возвращались с ним по стеночке, у нас болело все. Ну, а в следующий день мы опять пошли на тренировку. Здорово. Да, и вот, собственно, так и получилось. Понятно. Это как давно ты начал заниматься? 14-15 лет назад, где-то так. 15-15 лет назад. Это тебе было 16 лет? Где-то так, да. Ну, я 18 начал. Нормально, нормально, нормально. И как тебе нравится заниматься? Ну, да. Уже нет выбора, в любом случае нравится. Нет, конечно, нравится. Это образ жизни, как бы это банально не звучало, но это так и есть. Тотальная решимость идти до конца, да? Да, да, да. Сергей Батюк говорит, ищи геки хи сацу. Понятно, понятно, понятно. Как часто ты тренируешься для себя? Сам? Да. Два-три раза в неделю. Ну, опять-таки, зависит. Акробатика, один-два раза в неделю. Капуэра, один-два раза в неделю. И что-то еще такое, отвлеченное, это все какая-то другая. Либо бассейн, либо скалодром, либо еще что-то, то есть раз в неделю. Я знаю, ты очень любишь снимать видео и монтировать. Это твое хобби помимо капуэра, да? Да. Занятия, отдушина. Ну, как отдушина? Да. Она в любом случае сопряжена к капуэрой. Ну, да. Да, поэтому и то, и другое я люблю. В любом случае, как бы, не получается, что отдушина. Отдушина – это, как бы, у меня ассоциация, что от чего-то такого, которое не нравится, отдушина – это вот. Поэтому здесь и то, и другое – это, как бы… Понятно, понятно, понятно. А с кем ты в основном тренируешься, вот когда занимаешься для себя? Ну, как, два раза в неделю стараюсь заниматься наутро тренировок с инструкторами. Это куэка. Там бывает такое то, что раз в неделю со своими старшими выбираюсь, потрениться. Вот. Акробатика тоже с ребятами со своими старшими хожу. А всякие такие активности, типа физуха, там скалодром или там бассейн – это уже один и так. Для себя другая физическая нагрузка, чтобы были мышцы по-разному, работали по-разному. Понятно. Как изменилась твоя жизнь с КПР? Только в лучшую сторону. Ты где-то работал на другой работе до КПР? Да, я работал на работе, которая тоже мне безумно нравилась. Я был системным администратором. Это… Ну, опять-таки, если бы не КПР, я, наверное, до сих пор бы там работал бы и был бы счастлив. Серьезно, это мне очень нравилось. Это, на мой взгляд, одна из самых лучших профессий. Вот. И… Собственно, было время, когда я работал системным администратором, учился на двух высших в университете и еще тренировался 6 дней в неделю. Поэтому те, кто говорят, что у них нет времени… Не верьте им. Я не верю. У них есть время. Да, весь вопрос в правильном его распределении. Вот у нас с тобой сегодня с утра зашел разговор о том, что кто такой тренер по КПР. Некоторые люди думают, что это бездельник, который до 12 часов дня спит, потом ест, потом идет, проводит тренировки и больше ничем не занимается и не увлекается. Так ли это? Да, поверьте мне, тренер по КПР – это такая многофункциональная машина. Начинается с утра, с того, что он подводит какие-то финансовые отчетности, потом списки посещаемости, потом смотрит новые залы какие-то, если что, поменять аренду, потом еще какая-то бумажная работа, обзвон учеников, какая-то реклама. И только как бонус в конце рабочего дня он ведет тренировку. Все, что до этого, это все просто за ширмой, никто этого не видит. Да, 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 да. Было ли легко найти время для тренировок, когда ты начинал? Не ставил вопрос найти время. Оно было просто, да? Ну, просто как бы, ты хочешь тренироваться, находишь время. То есть, как бы здесь не надо его искать, оно есть. Вот ты хочешь тренироваться, значит, на что-то забил и пошел потренироваться. Бросал ли ты когда-нибудь тренировки по КПР? Или нет? Один раз пришлось делать перерыв, когда я себе сломал палец на ноге. Это буквально месяца полтора было. Потом, когда я уже сломал палец, я уже не останавливался. Я понял, что сломанный палец на ноге, он, ну, как бы, не показатель. Все равно можно тренироваться. Это слишком серьезная причина. Да, да, да. Чем отличается семинар по КПР, который у нас вот сейчас проходит, от тренировок? Потому что некоторые родители следят за детьми, за своими и на тренировках присутствуют, и на семинаре. И видят, что есть разница. А некоторые не видят этой разницы. Им нужно объяснить, в чем же разница. Не только родителям, но и самим спортсменам. Тут зависит. Дети и взрослые, это разные совершенно. На мой взгляд, семинар для детей, в принципе, это почти то же самое, что обычная тренировка. Может быть, с небольшими какими-то дополнениями. Но учитывая то, что ведет этот другой человек, воспринимается это совершенно по-другому. Особенно, если человек, например, с поясом выше, чем у тренера. Это уже ощущается, периодически ты можешь детям говорить год какую-то одну вещь, и они это не слышат. Но стоит приехать к какому-нибудь контрмастеру и сказать ту же самую вещь. Они такие, о, вот оно, оказывается, как. А то, что ты им год говорил, они этого не слышат. То есть, в принципе, это просто правильное использование ресурсов. Да, приходит, приезжает гость. Периодически мы даже с гостями говорим, вот у нас такая проблема. Нужно, чтобы ты вот сказал вот эти штуки, чтобы они это услышали. И все работает. Нужно ли посещать семинары по капуэре? Нужно. И как часто? Зависит от уровня. Это, знаете, как... Агвамайс, матоплант. Слишком много воды убивает растения. Тут, опять-таки, зависит от того, насколько вы можете переварить информацию. Да, бывает такое, что для начинающих 2-3 семинара в год это вполне достаточно. Это будет столько информации, что им надо ее переварить. Если человек продолжающий, соответственно, ему уже... Он сам понимает, когда ему нужен семинар для вдохновения, для какой-то информации, которую нужно переваривать. Я понял. Какая твоя большая цель в капуэре? Большая цель в капуэре? Ну, или обычная цель, если ты ее не считаешь большой. На данный момент я сейчас иду просто от одной цели к другой. Они не такие небольшие, да. Сейчас у меня цель, это академия. Вау. Она сейчас строится. Я давно мечтал, я к этому шел 10 лет. Мечтал о месте, где... Он дом капуэра. Куда можно было приходить с утра до вечера и можно было тренироваться. Там будет только капуэра? Только капуэра. На данный момент пока что я себе в голове представляю только капуэр. Как дальше пойдет, я не знаю. Но, по крайней мере, я сделаю от себя все зависит, чтобы было только капуэра. Понятно. Вот у нас есть тренировки для детей, подростков и взрослых. И люди, которые приводят своих детей на занятия, сами приходят на занятия по капуэра, они видят, что есть отличие в преподавании того, как тренер ведет занятия для детей, для подростков и взрослых. Он ведет их по-разному. Хорошо ли это или плохо? Надо ли так делать? Конечно, надо. Потому что самая большая ошибка в России, в капуэре, была в том, что преподаватели вели тренировки для детей, как для маленьких взрослых. Хотя дети – это не маленькие взрослые, это просто дети. То есть к ним нужен особый подход. У них другая психология. Они мыслят все еще образами. То есть они периодически не понимают то, что ты им говоришь. Им нужно показывать все. То есть и у детей там минимум объяснений, максимум демонстрации, чтобы они это все делали и максимум, максимум, максимум повторений. У подростков чуть-чуть уже по-другому, уже что-то среднее между детьми и взрослыми. У взрослых, соответственно, взрослые любят, когда с ними разговаривают. Да, здорово. Философия интересная. Да, да, да. Понятно, понятно. Капуэрист – кто это? Ты знаешь, я занимаюсь капуэрой почти 15 лет. 10 лет из них преподаю. Я не знаю. Не знаешь? Да, я думаю, этот вопрос нужно ставить для Тарусу, для Куэки. Я думаю, они более, как сказать, уполномочены ответить на этот вопрос. Понятно, понятно. Книги любишь? Да, конечно. А что можешь порекомендовать прочитать нашим зрителям? Одна из книг, которая так на меня подействовала, она местами скучная, но если вычленить, если убрать все ненужное, оставить только самое главное – это «Четыре соглашения». Оно такое вправляет мозги, если ты готов, если настало время прочитать эту книгу. Если еще нет, то, скорее всего, ничего не сработает. Понятно. Вот. А так книги я все время чередую. То есть у меня часто попадают книги, которые бесполезны, бестолковые. Часто попадают книги, которые полезны, но ты даже не подозревал о том, что именно в этой книге ты что-то найдешь. Это может быть просто какая-то фантастическая литература. То есть никогда не узнаешь, где поможет. Понятно. Ты живешь в Москве, самом большом городе мира, в одном из больших. И как ты думаешь, что ждет КПР в Москве? В какую сторону вообще движется? В Москве… В Москве КПР развивается не так быстро, как нам хотелось бы, но она развивается. Сложно сказать, как она будет дальше развиваться, потому что каждый год он не похож на предыдущий. Будет больше, меньше спортсменов, которые… В любом случае будет больше. Больше, да, конечно. Ну, с теми усилиями, которые приложены за последние 15 лет, я думаю, да, только вырастет в будущие 15 лет количество людей занимаешься. Ну и в итоге хотелось бы услышать твое пожелание КПР. Чего можешь пожелать? Пожелать КПР? Хм. Я побуду занудой чуть-чуть. Пожелаю КПР тренировать базу. Вот, тренируйте базу, и все остальное будет все замечательно, отлично. Здорово, спасибо. С нами был Институт РГФНЁТУ. Заглядывайте к нему на тренировки. Где у тебя будет академия? В центре города, на Бауманской. Вау. Да, поэтому, как только будет готово, будет информация, будет, может быть, какой-нибудь тоже сделаем видеоролик о том, как это все дело строилось. Академия Тур. Рум Тур. Академия Тур, да, так как дайчит. Видеокарта к залу. Да. Понятно, хорошо. Спасибо за внимание. Продолжение следует...